День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем разговор о некоторых полезных мелочах, которые нам предоставляет Facebook. Сегодня мы поговорим о том, как создать отложенную публикацию, как можно отправить публикацию в прошлое и как можно сохранить публикацию в виде черновика. Итак, я решила опубликовать на своей странице пост. Сегодня я его опубликую в виде фотографии. Вот таким образом загружаю фотографию. Пока она грузится, я вот здесь напишу, что это тестовый пост, для того, чтобы мы могли с вами с ним работать. Сейчас фотография загрузится. Вот она загрузилась. И мы с вами должны теперь решить, когда мы ее собираемся опубликовывать. У нас есть внизу вот такая синяя кнопочка опубликовать. Если мы нажимаем вот на эту стрелочку, то мы видим три опции. Начнем с опции запланировать. Я кликаю на эту опцию и вижу, что я могу выбрать дату публикации в будущем. Например, сегодня 10 июля. Я могу выбрать, например, эту публикацию 14 июля. Я могу выбрать время публикации. Для этого я выделяю часы вот на этом таймере. И могу часы как изменить время благодаря клавиатуре, так и использовать стрелочки вверх-вниз. Точно так же я могу изменить минуты публикации. Например, поставить вот такое время 10.40. Кликаю запланировать. Как только я запланировала публикацию, у меня появляется вот такая плашка, на которой конкретно написано, что на моей странице существует одна запланированная публикация. Сколько бы вы публикаций не запланировали, они все появятся у вас вот здесь, вот над лентой самой страницы. Имейте в виду, что именно эти запланированные публикации будете видеть только вы, как администратор страницы. Вы можете эту публикацию посмотреть. Вы можете с ней работать. Ну, например, я выделяю эту публикацию, и вот она здесь у меня появилась. Я могу ее редактировать, нажимая вот на эту стрелочку. Могу опубликовать. Могу изменить дату на прошедшую и могу ее удалить. Я оставляю все, как есть, закрывая окно просмотра. Теперь давайте посмотрим, как мы можем отправить публикацию в прошлое. Загружаю сюда очередное фото. И опять перехожу к синей кнопке опубликовать. Здесь я могу изменить дату публикации на прошедшую. Зачем мне это необходимо? Если у вашей фан-страницы или у вашего бизнеса достаточно большая история, то есть вы фан-страницу создали совсем недавно, а бизнес ваш существует уже несколько месяцев или лет, то вы можете написать историю вашего бизнеса, создав вот такие публикации, которые вы отправляете в прошлое. Например, какое-то мероприятие, которое у вас проходило, интересное мероприятие в вашем бизнесе, и вы хотели бы дать информацию об этом мероприятии. То есть все знаковые какие-то моменты, истории развития вашего бизнеса вы можете отобразить на вашей странице, используя вот эту функцию. Изменение даты публикации на прошедшую. Вы, как вот сейчас я, загружаете информацию, то есть пишете пост, а потом выбираете тот год, в котором вы хотели бы опубликовать данную публикацию, например, вот 2013 год, да, выбираете месяц какой-либо, и можете выбрать какой-то конкретный день. И изменяете дату на прошедшую, то есть отправляете эту публикацию в прошлое. Я этого делать не буду, а сразу перехожу к следующей функции, которая называется «Сохранить черновик». Как видите, как только я создала черновик, он у меня появляется над лентой публикации, точно так же, как запланированная публикация. Зачем мне нужно создавать черновик? Черновик я создаю исключительно для того, чтобы, например, какую-то определенную свою мысль, интересную я могла бы зафиксировать, чтобы она у нас не забылась. Или в другом случае, если мне, например, на моей странице несколько администраторов, то моя какая-либо идея или какой-либо интересный пост я загружаю в виде черновика, а второй администратор моей странички просматривает, одобряет и может публиковать. Значит, что я могу сделать? Я могу посмотреть черновик и с этим черновиком работать. То есть я выделяю его, вот этот черновик у меня появляется, и я могу его редактировать. То есть я могу его сейчас же опубликовать, нажав вот на эту кнопку, я могу его отправить в будущее запланировать, я могу изменить дату на прошедшую, и я могу его удалить. Вся информация о выполненных работах в черновике «Запланированные публикации» вы можете найти вот в такой опции, как «Инструменты для публикации». Сколько можно сделать запланированных публикаций? Фейсбук не ограничивает по количеству запланированных публикаций, он ограничивает такие публикации по времени. То есть вы можете запланировать публикации не далее, чем вперед на полгода. Какие публикации нельзя запланировать? Нельзя запланировать фотоальбомы, нельзя запланировать, то есть сделать отложенную публикацию, мероприятий и заметок. Остальные посты вы можете планировать вперед на полгода. Альбомы, заметки и мероприятия появятся на вашей странице сразу же, как только вы их создадите. Как видите, Facebook заботится о нас, экономит наше время и очень тщательно продумал использование всех возможностей для продвижения нашего бизнеса. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина.